Здесь мы видим, представлены фрагменты Мирской Тури. Это самое святое, что было у евреев. Это конец XVIII века. Теящая кожу, ручная работа. Интересные поиски. Ее нашли эту Туру на чердаке. Уже после войны, когда уже евреев практически в мире не было, ее использовали как утеплитель. Один человек нашел, и то, что у него осталось, я у него приднул эту Туру. Чисто случайно, которая оказалась в этом музее. Она вот здесь в тратку, такой интерес. Также здесь интересная вещь, что солома. Но солома интересна тем, что у нас дата. Конкретная дата, 1935 год, это когда заболел Равин. И евреев им сделали такое уважение, что перед ее домом дорогами, там стол села от соломы. А почему? Потому что полоски были деревянные, и вот колеса, окованные железом, по камням они стучали. И чтоб его не беспокоился, чтобы быстрее раздоравливал. Они почти целый месяц ее связывают, снова расстилают. И когда уже он поправился, одна женщина забирала эту солому все в чипе на чердак. Во время боли дров не было, почти все сожгла. Но эти два кусочки чудом сохранились. Она их прислали в музей и подарила. И рассказала историю соломы 1935 года, когда заболели Равин. Вот вроде бы бактериальная солома, она говорит только уважение евреевскому обществу имел Равин. Также мне очень запомнилась коллекция, целая подборка книг, газет. Это я нашел сам на чердаке одного дома, это было все спрятано в одном месте. Газеты по медицине, целая подборка. Также газета Шпигель, Зеркало. И здесь даже указан Муссолини, Гитлер и встреча. Интересно тем, что евреи писали про Гитлера, как про партийского деятеля. Еще не было Холокост, не было массового стрела евреев. Они просто не предвидели, не ожидали то, что с ними случится. Также здесь интересная вещь, которая изготовлена в Англии из латуни. Это ножик для всей корреспонденции. Тоже он был здесь в мире наден. Интересно. Ханукальные лоджки, также писали какой-то интерес. Стаканчики с изображенщиногоги. Погатом, из которых в пятницу пили вино. Взрослые и дети. Десять можно было пить вино за 12 лет. Многие вещи, это набор самые интересные, которые я могу по них рассказать. Ну вот интересные ханукальные лоджки. Праздник, как и использовали, праздник Ханук, он длится около недели, когда можно было играть. Их крутили, и там на них четыре стороны. На каждой изображена букву, подошла цифру. И кто больше баллов, тот выиграл. То есть такая, как наши кубики, их еще называют дрейды. Это история этих ханукальных лоджков. Тоже это все найдено в нашем поселке. Что на чердаке, что в огородах. Я сам нашел около штук 5-6. А вот бутылочки представлены. Тоже у них интересная история, как их нашел. Эти бутылочки все... У нас была аптека Хаймовича, и она нас брала в начале войны. Я примерно место сдал, где она находилась. И вот когда была регенерация поселка нашего, когда был весь мир перекопан, который был из густарской письменности, и я тогда был с завищем Шипита, выхожу на улицу, и там, кажется, это место было раскопано. И вот эти бутылочки буквально все в одном месте, я их нашел. Ну, я вот их здесь выставил, и такая возникла мне интересная идея, что эти бутылочки как бы символизируют истребленное грейское население. Эти расплавленные показывают те страдания муки, которые пережили эти люди, а полные лекарства – символ того, что они остались живы, даже сбежали из Минского гето. Это чисто мое мнение, такие как бы параллели сам создал, вот именно с этими бутылочками, найденными на месте с горящей аптеки. Первый день захвата нашего поселка. Вот также интересный клад ткани. Это бактериальная ткань. Она была в совсем новеньком состоянии. Просто когда я нашел, крышку пожарел, поступила вода. Я ее тоже нашел в соседнем доме, 9 мая, вот это 3-4 назад. Вот в таком состоянии евреи занимались торговлей. Может, из-за нее еще и спрятали. Думали, может, на месяц-два, но затем оккупация расстроена, тогда все зимнее осталось. Вот еще в польском магазине, в польской западе, это было куплено, ну, совершенно новенькое. А вообще прятали все, не только там золото, серебро, но даже и ткань, мебель. А мебель еще была гораздо проще, большая. В каждой еврея как бы был подвал большой, они его просто делили на две части. В одно сносили мебель, там, одежду, золото. И потом делали стенку, перегородочку такую, и все. А подвал, вход в подвал делали из-под печки. Можно было туда зайти, что-то взять и что-то положить. И вот такой подвал был обнаружен недалеко от нашей аптеки. Старенький домик тоже сгорел, а подвал остался. Подвал провалился, и дети после войны там играли. И буквально стена-то падает, один от второго толкает. А там открывается мебель, золото лежало даже в стаканчике, в чашу какую-то. И вот ребятки маленькие, по карманам все-то попросовывали. На КВД работало хорошо, все позабирало. А до мальчика был карман дырявый. Это золото в сапоги упало. И буквально потом семья-то благодаря ему дырявому как карман немножко обогатилась. Вот такая история продается в нашем поселке, уже из поколения в поколение. Много интересных вещей, это вот я вкратце хотя бы о некоторых из них рассказал. Так, будем, все. Драфанола 1903 года. Ему 111 лет. Вот так, можно что-то послать, что-то еврейское. Душевная мэйдель, или что-то... А Шнайдер, ну-то грустно вроде бы. А вот-то звук увеличился. Шнайдер, ну-то грустно вроде бы. 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 Продолжение следует...